Планомерное повышение ключевой ставки не несет рисков для устойчивости банков и процессу структурной трансформации экономики. Об этом заявили эксперты на круглом столе, организованном холдингом РБК УФА под названием «Финансовый рынок. Стратегии в новых условиях». Сто вступительным словом выступил управляющий Национальным банком по Башкортостану Марат Кашапов. По его мнению, ипотека и в целом сфера кредитования перегреты. Есть необходимости населению и банкам, что называется, сбавить обороты, чтобы не провоцировать рост инфляции. Как мы увидели эту тенденцию к сокращению кредитования, она будет сказываться еще какое-то время. Это должно иметь охлаждающий эффект на экономику, при том, что, как мы предполагаем, экономический рост не пострадает. То есть пока, исходя из наших текущих прогнозов, мы видим, что инфляция в этом году сложится на уровне 6-7%. К концу следующего года она должна прийти к 4%. Эксперты по-прежнему считают, что жилищное строительство остается локомотивом экономики, а ипотечное кредитование – основным источником доходов банков. Так, в профильной ассоциации рассчитывают, что по итогам текущего года прибыль кредитных организаций достигнет 3 триллионов рублей. Напомню, что в конце 2021 года эта цифра достигала 2,5 триллиона. Но есть опасения о повышенной закредитованности граждан со средними и низкими доходами, даже несмотря на обязательные расчеты коэффициентов долговой нагрузки. Понятно, что ввели какие-то ограничения, но это не такие, что 100-200% запрет, то, что пришел гражданин, ему не выйдут. Банк имеет право, и микрофинансовая организация имеет право выдать ему кредит, но понимая, что человек закредитован или недостаточно обеспечен, им нужно будет создать дополнительные резервы. И тот банк уже оценит, насколько ему капитал позволяет, насколько позволяет вся его кредитная политика выдать подобные цифры. И насколько, самое главное, он уверен, что данный гражданин сможет расплатиться и вернуть деньги назад. Дискуссию об ипотеке продолжила руководитель уфинского филиала банка «Дом.РФ» Елена Ахиардинова. Помимо классических программ жилищного кредитования, также наблюдается интерес к IT-ипотеке. Если за весь прошлый год объем выдачи составил 203 миллиона, то за 10 месяцев 2023 года показатель достиг 2,3 млрд рублей. При этом на поверхность также вышел тренд покупки индивидуального жилья. С января по сентябрь объем выдачи кредитов на покупку загородных домов вырос вдвое по сравнению с прошлым годом и составил 29 млрд рублей. В направлении ЖЭС достаточно много сейчас интересных программ, в том числе с применением скроу-штов. Один из первых проектов, который был запущен именно с точки зрения проектного финансирования застройщика коттеджного поиселка с применением скроу-штов, это был реализован в банке «Дом.РФ», и портфель составляет уже порядка больше 500 млн рублей. Поэтому ЖЭС – это интересное направление, оно будет востребовано у населения, и для банка «Дом.РФ» оно является одним из приоритетных. В то же время повышение финансовой грамотности вкупе с выгодными инструментами инвестирования и сбережения средств на поне ключевой ставки в 13% повышает интерес к депозитам. Управляющий банком ВТБ в Башкортостане Станислав Марилов отмечает, что сейчас среднерыночные ставки по депозитам достигли рекордно высоких значений, подстегнув спрос населения. Почти половина вкладов, по его словам, приходится на краткосрочные. На сроки от полугода до года привлекаются около четверти депозитов. Еще около четверти занимают долгосрочные вложения. При этом на долю отечественной валюты в розничном портфеле сбережений ВТБ приходится почти 90%. Депозиты в долларах и евро теряют вес. Сейчас время сбережений, и поэтому клиенты стараются больше сохранить, больше сберегать, чем уходить в какие-то там кредитные продукты. Мы также внимательно следим за экономической ситуацией, за ключевой ставкой регулятора и адаптируем ставки по сберегательным продуктам, потягиваем к ключевой ставке. На сегодняшний день максимальная доходность на трехлетних депозитах у нас достигает 13% годовых. Растет интерес не только к традиционным инструментам сбережений, но и к инвестиционным, подтверждает руководитель направления инвестконсультирования Росбанк Эрмитаж Праеват Бенкинг Шавкат Мустафаев. По его словам, большой объем спроса населения также переходит от классических банковских депозитов к другим механизмам накоплений. И ключевая ставка не единственный фактор, оказывающий влияние на стратегии. Стоит учитывать макро-статистику, фискальные изменения, валютные колебания и многие другие факторы. За прошедший год стоит отметить, что с уходом большого количества числа институциональных инвесторов, когда уходило большое количество бизнесов, частный инвестор стал таким драйвером этого роста и, соответственно, таким ключевым фактором, который сейчас и поддерживает спрос, в частности, на рынке, как и на отдельные финансовые инструменты, так и на валюту. В частности, мы хотя слышали, что частный инвестор в меньшей степени влияет на движение курса, но, тем не менее, я здесь хочу отметить, что это, наверное, не совсем так, потому что, учитывая тот объем денежных средств, которые физические лица сейчас переводят на брокерские счета и торгуют активно, это тоже имеет существенное влияние. Рост числа инвесторов на фондовом рынке прогнозирует инвестиционный советник Юлия Кузнецова. По ее словам, рынок предлагает множество вариантов. Все зависит от цели инвестора, суммы вложений, сроков и риск портфеля. Эксперт отмечает, что всегда выступает за диверсификацию портфеля. Как по активам и секторам экономики, так и по странам и валютам. Все зависит от того, что хочет сам инвестор. Срок, цель, сумма инвестиций, риск профил. Все. И вот на основе вырабатывается стратегия по бумагам. Она может быть разной. Можно на три месяца сформировать, на шесть, на год, на два, на пять, да и на десять даже можно. На самом деле, тут важно еще этим портфелем управлять. Потому что вы правильно заметили, действительно, тенденция такая, что все очень быстро меняется. И после потрясений, после блокировки активов люди стали бояться рынка. Но потом они видят, что рынок растет. Директор розничного бизнеса Альфа-банка в Башкортостане Олег Федяков отметил, что оживление инвестиционного рынка и восстановление интереса к нему произошли после серьезного спада в 2022 году. Да, у нас сейчас мы наблюдаем оживление инвестиционного рынка, безусловно. То есть, если у нас был достаточно серьезный спад после известных событий, там и заморозки активов, там и евроклирии и так далее. Сейчас инвестиционный интерес снова возобновился. Но все-таки он возобновился в большее сегменте private, сегменте premium. Сегмент effluent, сегмент масс, опять же, мое мнение основано на определенной статистике. Все-таки большая часть этой политики сохранения средств идет в области классического депозита. Не обошли стороной и тему развития банковского меню для бизнеса. Руководитель Абсолютбанка в Уфе Ильгис Сабиткарамов отметил, что сегодня у башкирских предпринимателей растет спрос на использование банковских гарантий. Сейчас их доля в рамках госзаказа в банке превышает 60% и прогнозируется ее рост до 70% и выше. Таким образом, фиксируется рост факторингового портфеля вдвое за 9 месяцев 2023 года. С учетом активного развития бизнеса в Башкортостане и в Абсолютбанке ожидают рост интереса к факторингу как минимум до конца 2024 года. В целом, все участники сошлись во мнении, что банковский сектор остается главным столпом финансовой стабильности. Поэтому забота о нем со стороны законодателей, властей и прежде всего Центрального банка должна быть беспрецедентна.